Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы разговариваем о таком препарате, как нандролон, он же ретаболил, он же Дека. И, соответственно, мы будем обсуждать с вами возможность применения его в медицине, в спорте. И, конечно же, будем обсуждать огромное количество побочных эффектов, которые данный препарат несет. Так что заваривайте протеин, стругайте фитнес-батончики, и мы начинаем. Итак, первое, что хотелось бы заметить по нандролону. Мы не рассматриваем нандролон в контексте длины препарата, потому что независимо от его длины, периода полууведения вещества, мы будем получать равные побочные эффекты. Поэтому рассматриваем, в принципе, само вещество и те побочные эффекты, которые он наносит. Поэтому рассматриваем не только с точки зрения, чтобы сказать, ай, как это плохо, а рассматриваем с точки зрения, как их купировать. Недавно я был, например, на семинаре большом, артромастер, и врач один дал комментарий, что нельзя применение нандролону, он же ретаболил, рассматривать в отрыве от анамного пациента. В принципе, я с этим абсолютно согласен. Единственное, есть такой момент, что очень многие скептически относятся к применению нандролона и вообще гормонозаместительной терапии в плане реабилитации, когда применяются анаболические стероиды. Но при этом никто не боится колоть кортикостероиды. Если мы посмотрим в инструкцию к нандролону, мы увидим, что он как раз-таки относится к группе препаратов, которую используют после длительного применения кортикостероидов. То есть он нивелирует побочные эффекты кортикостероидов, в том числе те побочные эффекты, которые оказываются на желудочно-кишечный тракт. И то, что, соответственно, люди не боятся применять кортикостероиды, это такие же гормоны, да, и такие же, соответственно, несут в себе колоссальные побочные эффекты, как и нандролон. Поэтому здесь вопрос не в том, что какой-то из препаратов может быть вреден или полезен. На мой взгляд, вообще не существует вредных или полезных препаратов. Существует тонкий инструмент в руках врача. И это как обоюдоострый меч. Он здесь может быть и вреден, и полезен. Надо смотреть, как вы его применяете, в каких дозировках вы его применяете. То есть нельзя на сегодняшний момент, на мой взгляд, сказать, что нандролон, использование этого препарата, неприменимо в реабилитации, является каким-то архаизмом и так далее. У нас огромный пласт опыта применения нандролона в советской медицине, начиная от диабета, заканчивая различной реабилитацией. В том числе у детей, пожалуйста, Жуковский описывал еще там 60-е годы в учебнике, у всех вошло, именно нандролон, кстати. Также, соответственно, в других более поздних литературах и даже 90-х годах мелькал этот препарат с различными дозировками, с различными анамнезами. В том числе, допустим, мне попадалось, соответственно, на этой же конференции, где я был, моя коллега заметила, что даже, соответственно, грудничкам небольшое количество нандролонов по показаниям, да, при различных изменениях врожденных ставят. И, соответственно, получают яркий терапевтический эффект без развития каких-либо побочных эффектов, потому что, конечно же, на применение одного препарата еще идет 10 других препаратов или БАДов, не важно, там, ребенка или взрослого, у всех, чтобы купировать побочные эффекты. И очень важно услышать меня о том, что помимо того, что мы думаем, изучаем анамнез пациента и думаем, вообще подходит ли ему нандролон как препарат или нет, в любом случае мы назначаем вместе с нандролоном большое количество препаратов различных, которые купируют побочные эффекты. Нандролон обладает ярким эффектом в плане реабилитации и восстановления, именно поэтому у спортсменов нандролон всегда используется, как правило, когда они получают какие-либо травмы, да, особенно спортсмены любят так заниматься самолечением, самолечением нандролоном. Здесь надо заметить, что самолечение только лишь нандролоном, соответственно, пускай даже с купированием его побочных эффектов в плане реабилитации будет неэффективно. Лечение любой травмы должно считать себе как рассмотрение этой травмы у хирурга и травматолога. В первую очередь мы должны получить обратную связь от хирурга-травматолога, что, допустим, данный коленный сустав, его не нужно оперировать или нужно оперировать. То есть это решение принимает хирург, если это чистая механика, если там уже, соответственно, все оторвалось, то нандролон, вам есть определенная степень состояний, когда ни один препарат, в том числе и нандролон, вам новые связки не вырастет с нуля, да. То есть эффект, как у какого-нибудь супергероя, там, Венома, не знаю, Росомахи, такой эффект у вас не будет. Вот, соответственно, это надо четко понимать. Потом, конечно же, конечно же, очень часто после реабилитации, когда у человека уже есть метаболический синдром, мы вводятся нандролоны, контроль сахара необходим, здесь может повышаться на нандролоне очень сильно аппетит. Мы можем не уловить момент, когда, соответственно, у пациента будет повышаться сахар, и таким образом, соответственно, прошляпить весь метаболический синдром. Я уже молчу о том, что липопротеиды низкой плотности на нандролоне растут гораздо быстрее, да, то есть плохой холестерин растет, плюс при наличии метаболического синдрома это происходит семимильными шагами. Поэтому, конечно же, нужно мониторить и контролировать показатели всех фракций холестерина, триглицериды, липопротеиды высокой и низкой плотности, холестерин общий. Обязательно надо смотреть, контролировать и, соответственно, вносить коррекцию медикаментозно, БАДами в зависимости от состояния. То же касается каулограммы, реологии крови. Вот, витамина К на нандролоне желательно сдавать и смотреть витамин К. Это важный показатель, который в том числе влияет и на усваиваемость витамина Д3, и на реологию крови. А еще, соответственно, получается, какая история. Если вы хотите пройти реабилитацию, используя нандролон, конечно же, в разы менее эффективное его применение будет без восстановления дефицита Д3, и в разы менее эффективное его применение будет без, соответственно, использования хондропротекторов, холлогенов, гиалуроновой кислоты и так далее, там подобное. То есть использование нандролона, оно должно быть в совокупности, в сочетании с другой терапией, медикаментозной и всей остальной. Физиотерапия, может быть, будет вам показана, которая вам назначена. То есть это идет все в совокупности. А не дифференцированно, только вот одним нандролоном, значит, вводим и качаемся, и все у нас прошло. Нет, так вы свою травму будете только усугублять. Это если, соответственно, говорить все же о применении нандролона в травме, в медицине, в реабилитации. Ну, конечно же, как медикаментозное средство его рассматривать, тогда дозировки там гораздо ниже в разы. Вот. И, естественно, мониторинг пациента, изучение его анамнеза является настолько обязательным, что это даже по умолчанию, я даже не вижу смысла об этом как-то говорить. Любому врачу и любому даже пациенту, который сталкивался с гормональными препаратами, в первую очередь в каждом своем видео я рассказываю об анализах, об, если у человека нет, да, еще собственных анализов, как их сдать, соответственно, какие анализы, и как самостоятельно, ну, более-менее оценивать, так скажем, собственный анализ. Ну, и подготовить, соответственно, все необходимые анализы для того, чтобы приняться к врачу. И врач оценил, можно вам использовать те или иные препараты для достижения ускорения регенерации, да, у андролона, допустим, яркое ускорение регенерации, может быть, на 50% все метаболические процессы будут происходить быстрее за счет того, что андролон усиливает синтез РНК, ДНК, спортсменов, ну, и у обычных людей, в принципе, тоже. Креатин фосфат увеличивает, также увеличивает количество альфа-редуктазы, поэтому растет ДГТ. Нам нужно сдавать ДГТ, могут быть проблемы с простатой, поэтому вот вам, пожалуйста, пациенты в анамнезе, которых предстательны все эти истории. Ну, уж я молчу, если есть простатит, уже надо задуматься, уже надо думать. Есть более современные препараты, которые, соответственно, могут оказать схожий эффект с андролоном, но не будут иметь столь выраженные эффекты, поэтому при работе с андролоном надо не забывать, что это препарат старый, и как в случае, когда я проводил параллель метан и туринобол, да, есть препараты, не имеющие, соответственно, таких побочных эффектов. Я думаю, в будущем мы разберем все группы стероидных препаратов, добьем их уже, наконец, перейдем к какой-нибудь другой группе, может быть, я не знаю, разберем какие-нибудь ферменты поджелудочные, да, что-нибудь еще. Вот. Значит, ну, да ладно. Далее, если говорить о проблемах, которые может создать андролом, соответственно, это повышение пролактина, конечно же, вообще и эстразиол, в принципе, у большинства народа растет, но не так ярко, как пролактин, поэтому, соответственно, здесь, конечно, нужно мониторить гиперпролактиномия, которую, конечно, особенно у спортсменов, при более высоких газировках, андролонах, обязательно будет возникать. Из приятных вещей андролон, конечно, увеличивает, соответственно, реабсорбцию аминокислот кишечники, и, соответственно, мы можем лучше и ярче накормить пациента и аминокислотами, и микро-макроэлементами, и все будет гораздо лучше сосудиться. Это особенно важно, если у пациента есть хронический синдром, такой избыточного бактериального роста, который мы никак не можем победить, по крайней мере, на данный момент. Очень часто люди приходят на стадии реабилитации, когда было много операций, когда, возможно, заносили стафилококки пациента. Находим огромное количество золотистого стафилококка, других бактерий, и, соответственно, вот в этом плане, что, соответственно, андролон здесь может помочь. Но, конечно, надо понимать, что это тонкий инструмент в руках врача, никак не обывателя, никак не новичка, и, соответственно, просто так бездумно использовать его нельзя. С другой стороны, если использовать его грамотно, если купировать все побочные эффекты, то можно достигать не только ярких спортивных результатов, но и ярких результатов на реабилитации, так как, повторюсь, препарат имеет достаточно изученную историю применения в медицине, и, соответственно, за счет этого его побочные эффекты, по крайней мере, весьма предсказуемы. Дорогие друзья, с вами был доктор Кравцев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас всех жду на своих онлайн-консультациях. Напишите мне внизу в комментариях. Я прекрасно понимаю, что тема андролона, она достаточно широкая. Мы не проговорили сегодня об отеках, мы не проговорили о полном комплексе побочных эффектов. Мне интересно сейчас выявить препараты, которые вам интересны, и о них говорить подробнее, снимать, снимать видео, потому что тема тренобалона, тема нандролона, она достаточно обширная и, думаю, что не уместится по таймингу в один выпуск. Еще раз желаю вам здоровья. Пишите ваши комментарии, будем ориентироваться на них. Пишите ваши комментарии.